Добрый вечер дорогие друзья, с вами канал Одна Австралия и я Александр Петров. Вот добрый вечер из Лойтс колледжа, буквально через полчаса иду домой и день был достаточно удачным, достаточно хорошим. И один из моих друзей назвал одного из моих супостатов, моих визави, моих оппонентов, агентов, называл моей музой. На самом деле у меня много муз, много людей, которые в действительности вдохновляют меня на эти бесчисленное количество видеоматериала. Потому что если бы не было этих людей, наверное, жизнь была бы скучна и монотонна, я бы делал свое дело слегка расслабленно. Но эти люди являются моей музой и они не дают мне расслабиться. Я, наверное, если сравнивать, продолжать, скажем так, сравнение, меня можно сравнить с котом, который находит негатив и на этом негативе произрастает. Дело в том, что слишком много неприятного, слишком много неприятных людей, слишком много гадостей в этом бизнесе. В бизнесе всегда много гадостей. Бизнес растет на гадости. Я не знаю, как огурцы на навозе. Но дело в том, что если бы мир был совершенен, если бы у нас была возможность заниматься своим делом, и все бы придерживались каких-то правил, все бы придерживались этики в бизнесе. Нет этого, и тем более нет этого в образовании, в эмиграции, в Австралию. Потому что изначально в этом была заложена большая мощная сила, мощная разность потенциалов, когда люди рвались за границу. Сейчас, кстати, это меньше выражено, но все равно есть жгучее желание сменить то, не самое лучшее, где они живут, на то более лучшее. Может быть, не совершенно, но более лучшее в данном случае Австралию, куда бы они хотели попасть. Когда есть разница потенциалов, когда есть движение, всегда кто-то пытается поставить свою маленькую турбинку и вырабатывать какую-то энергию, денежку, которую стремится положить себе в карман. К сожалению, наш менталитет, менталитет людей, которые окружают нас, это менталитет не очень, если честно, хороший. И вот это простой пример, который я вам постоянно привожу. Если подавляющее большинство агентов отвечают учебным заведениям на их запросы по студентам, когда вы откроете границы, вот тогда мы будем подавать вам студентов, мы будем делать офферы. Они даже офферы не делают, хотя оффер это бесплатно, это ничего, это intentions, это просто ваше желание, это договор, который заключает с вами администрация колледжей. Мы это усиленно используем. Но даже это не делают, например, японские агенты, корейские агенты этого тоже не делают. Это не делают европейцы, даже латиноамериканцы, практически никто это не делает. Да что там говорить, вот эта Малая Азия, вот эти вот все страны типа Бирмы, Вьетнама, Таиланда, крайне редко на это идут. И только индусы, ну там Пакистан, Непал и наши этим балуются. Почему? Потому что сейчас это практически обман. Когда я изначально ставил свое агентство, я вообще не думал о том, чтобы делать этот бизнес, я просто хотел привезти своих ребят сюда. И ребята эти знают, они кстати приехали и остались здесь. И только потом выяснилось, что это в общем-то бизнес. Но слава богу, я никогда не учился тому, как это делать правильно, правильно в кавычках, как это делают другие. А другие учились. И я смотрю, как безостенчиво, что происходит на этом рынке. И я вам сразу скажу, что неэтичные люди, люди грязные, люди мелкие и гадкие, эти люди никогда не сделают бизнес. Эти люди никогда не сделают бизнес этичным. Они будут всегда заниматься той самой дрянью. Они жалуются, многие обвиняют меня, что я, дескать, грязно поступаю с ними. Но вы знаете, никто и никогда из них не смог сказать и доказать того, что я, я кого-то обманул, я кому-то соврал и нажился на этом. Могут делать мне замечание, что я агрессивен, я против них выступаю. А как еще с ними бороться, если, предположим, один человек, как миграционный агент, просто берет и в тупую угрожает своему несостоявшемуся клиенту и требует денег за несовершенную услугу. Как поступать с тем человеком, который постоянно говорит, вот вы агенты, вы дрянь, вы мерзость, это ваше дело, копайтесь в своем дерьме. Я сам годы и годы получает комиссионные от миграционных образовательных агентов и даже не скрывает это. Заврался до того, что, в общем-то, в одних роликах одно говорит, в других говорит другое. Ну, получаешь ты свои 10 или свои гадкие 25 процентов, так скажи же об этом открыто, что ты являешься агентом. И что ты являлся агентом и брал свою десятину как-то церковь или как монголо-татары с Руси. Ты брал это и ты никогда в этом не признавался. Ну, скажи же это. Ну, почему ты врешь, допустим, это же про другого, что у тебя английский сдан на восьмерке, это людей жутко обижает. Ну, ты настолько глуп, чтобы не понимать, что люди тебя спросят, покажи результат, покажи скан своего сертификата. И все, и на этом все закончилось. Тебя поймали за руку, но как божья роса, да, обтекает человек, и ему все равно. И вы, кстати, дорогие друзья, позволяете людям это делать, этим людям, этим агентам. И практически все пытаются как-то на этом нажиться. Практически все, кроме тех людей, которые используют блогерство, просто для какого-то самовыражения. Ну, как, скажите, не делать ролики, когда один, второй, третий, четвертый, пятый агент дают возможность их критиковать. Потому что они обманывают фактически. В чем корень зла того, что эти люди делают? По отношению ко мне, да ничего подобного. По отношению к вам, по отношению к своим студентам и клиентам. Клиентам, как они вас называют и считают. Я понимаю, что в вашем, дорогие друзья, обществе, наверное, это правильно максимально содрать человека 10 шкур, причем ненужных, когда впаривается ненужное образование. Когда говорятся вещи, которые противоречат вашим интересам. И ведь эти же самые люди в свое время, работая на десяти неуммиграционных агентов, отговаривали их от того, чтобы люди приехали по студенческой и образовательной, и туристической визе. И говорили, езжай, езжай на рабочую визу. Ничего вы не получили. Ни спонсорства, ни рабочих виз, ни региональных виз. И теперь они же на голубом глазу говорят вам, дорогой друг, мы тебе дадим обучение. Какое обучение? Какая 190 виза? Надо сюда вначале попасть. Какое ты можешь продавать обучение, если вполне возможно, что и на несколько лет будет закрыта граница. И теперь ты будешь говорить обратно, что ты скажешь в марте, июле, августе 2022 года, если граница будет закрыта. Она не закрыта, она и сейчас не закрыта. Но она прикрыта так плотно, что все эти бэчелорен, мастер, дегри, не проханже, вы не пройдете сюда. Вы не сможете здесь появиться. А этот агент прекрасно это знает, не хуже, чем это знаю я, и все равно обманывает вас. И вот как с этим мириться? Даже если вам все равно, мне это, мне не все равно. Я не люблю негодяев в бизнесе, я не люблю негодяев, находящихся вообще со мной под одним небом в одной стране. И это, между прочим, разделяет подавляющее большинство представителей нашего цеха, нашего клана, наших образовательных агентов, которые говорят, ну как я буду продавать своим студентам воздух? Но вы миритесь с тем, что ваши любимцы это с вами делают. Как вы на это смотрите? Как вы, извиняюсь, пошевелил камеру, как вы вообще миритесь с этим? Как у вас такие люди являются кумирами? Мне это непонятно. Вы на себя, дорогие друзья, посмотрите. Поэтому, естественно, это лучшие музы для такого поэта-видеоблогерства, как я. И вы знаете, эти музы у меня будут навсегда. Поэтому много будет роликов, потому что будет очень много повода для того, чтобы снимать вот такие видео. Так что спасибо, дорогая муза. Обожаю! Субтитры сделал DimaTorzok